Всем привет, друзья! Приезжаю в Тихуану, 12 часов за спиной. Был в Швеции, недалеко от Норвегии, 300 км от Стокгольма. Завод по производству очистных сооружений, наших партнеров, где работают ребята из Средней Азии и получают 1500 евро. Материалы отсняты, все это появится на следующей неделе на нашем YouTube-канале. Смотрите, подписывайтесь, рекомендуйте наш канал своим друзьям и знакомым, потому что сейчас работать и зарабатывать в твердой валюте, в шведской кроне, в евро, в американском долларе намного выгоднее, чем это делать, допустим, в России или в ваших странах. Потому что Россия не зашла в партнерство ОПЕК. Курс рубля падает прямо на глазах. Вчера он был 67, сегодня уже 68,5. Это связано с падением цен на нефть, это связано с новостью о вирусе, это падение ценных бумаг во всем мире. Ну и, соответственно, самые уязвимые страны это Россия и страны СНГ. Чем хуже будет в России, а в России в ближайшее время, по прогнозам, не ожидается ничего хорошего, рубль, говорят, что будет под 100 рублей, соответственно, и в странах СНГ, в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане, в Узбекистане будут также, может быть, еще хуже. Ребят, думайте об эмиграции, зарабатывать в твердой валюте, это очень выгодно, вы смотрите на свою страну, вы помогаете, вы патриот, но работаете в твердой валюте. Вот когда мне предлагают зайти в какие-то рублевые проекты, я, естественно, не соглашаюсь, потому что в 2014 году был у нас в России кризис, и я очень много потерял, и после этого принял решение, что я работаю только в долларах, в евро и в национальных валютах, например, в шведской кроне и так далее. Вот, и также счета у меня открыты в европейских банках, и в рублях я ничего не держу, и вам также рекомендую это делать. Вы будете смотреть на падение вашей национальной валюты, и для вас это будет только плюс, потому что цены будут удерживать, а валюта будет расти, имеется в виду международная, а российские рубли или ваши, допустим, национальная валюта будет падать, и вы будете зарабатывать больше. И это очень здорово для тех, кто работает за границей. Вот почему мы занимаемся иммиграцией. Для нас это наиболее приоритетно, так же, как и для многих других, кто занимается подобными мероприятиями. Это HR-агентство, это адвокаты и так далее. Вот, что касается Мексики. Мне часто скидывают ссылочку о том, что в Мексике якобы не дают статус асайлум. Это полный фейк. Сегодня мне Игорь, наш журналист, прислал отработку материалов. Мы посмотрели. Это последние новости из США. Это связано с иммиграционными судами. Он мне дал статистику по судебным округам, с которыми мы работаем, 9-й и 5-й. Все нормально. Статус асайлум дают, если есть законные реальные основания. Вот, так же, часто для граждан, приезжающих в Мексику, дают статус защиты от депортации. То есть, человек находится в статусе защиты от депортации. На территории Соединенных Штатов Америки он может работать, но статус асайлум, и дальше грин карту он не получает. Такое дают, такое тоже бывает, но все зависит от судебного округа и зависит от оснований. Очереди в Тихуане 3 недели, очереди в Мехикале 10 дней. Можно делать ускорение, соответственно, это все за деньги. То, что связано с Мексикой, в Мексику сейчас пускают. Власти Мексики стали более лояльно относиться к гражданам СНГ, если у них в паспорте стоят соответствующие визы. С японской визы не пускают и пускать не будут. То, что связано с рейсами из Турции, берите консультацию, спрашивайте у нас, мы вам подскажем, стоит ли лететь в Мексику через Турцию. То, что связано с Евросоюзом, с 10 по 13 марта Оксана летит в Варшаву. Для того, чтобы отснять полезные, нужные, актуальные материалы для тех, кто планирует переехать в Евросоюз, допустим, в Германию, или в Швецию, или в Норвегию через Польшу. Это возможно сделать. Но часто люди едут с детьми и хотят знать, как им детям, где им находиться, в какой детский сад их возьмут, в какую школу им можно устроиться. Как раз для этого Оксана едет и сделает необходимую подборку видео для вас. Также будут репортажи и интервью с нашими экспертами в Польше, в Варшаве и в Гданске, с координаторами, которые координируют русскоговорящих граждан СНГ на предприятиях и заводах типа LG, судоверфи, повара и так далее. Все это в ближайшем будущем. Смотрите наши видео, рекомендуйте наш YouTube-канал и наш Instagram. Если, кстати, вы не подписаны, обязательно это сделайте. LRON Group Media. Заходите, регистрируйтесь. Нас уже 263 тысячи человек. Ну и YouTube. У нас YouTube очень интересный. И видео мы обещаем будем делать качественнее с каждым днем. У нас уже трое ребят, которые помогают мне делать видео. Это видео будет из воздуха, дроны, это хорошее интервью, это качественное оборудование, свет и так далее. Всем удачи, удачи в эмиграции. Пока. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова